Добрый день, подписчикам и гостям. Я Джетли, и сегодня я буду отвечать на вопросы с АСКФМ. Ну, потому что в прошлом видео я просила задавать вопросы, вот вы задавали, но не на все отвечу, как обычно, потому что некоторые такие дурацкие. Итак, начнем еще с вопросиков, которые были до этого. Ты с Лобни, устрои сходку подписчиков. Ну, сейчас я живу не в Лобни, потому что так вышло. Вот, и для сходки подписчиков у меня маловато подписчиков. Никто не придет, и я буду сидеть и плакать. Не хочу сидеть и плакать. Так, привет, у тебя много парней-поклонников, как ты их привлекаешь, научи, я тоже хочу. Каждый день я живу и каю, кто-то дрочит и меня. Я не знаю. Короче, я не знаю ответ на этот вопрос. Вообще никак. А что нового произошло у тебя за это лето? Я переехала. Далеко. Еще я съездила во много-много мест. И нахуй. И потом уехала нахуй. И все, все, на этом все. Вот так прошло мои лет. Вот. Всю весну люди сидели на изоляции. Как для тебя прошло это время? Были ли какие-нибудь положительные моменты в этом для тебя? Для меня изоляция. Это сплошной положительный момент. Ну, мне правда не нравится, когда мою свободу ограничивают. Типа, ну, ограничивают. И передвижение, но... Но все равно нашли какие-то выходы. Там вот эти пропуска, таксихи. Когда надо было передвигаться, все, передвигалось. Куда надо. Во все стороны. Из дома все равно выходила, гуляла. Тут ментов нет. Ничего нет. Все хорошо. Такую маску надо носить постоянно. От нее вот так вот все потеет, жарко. И у меня потом такие усики. Такие усики из... Как это называется? Да, у меня потом такие усики из конденсатора. Конденсатора. Вот. Что по-новельному? Ну, на самом деле, у нас тут с новельным оказалась напрямую связанная история. Потому что у меня подруга баллотировалась. Это окружной мэр или как там? Муниципальным депутатом, короче, баллотировалась. И так как там произошли некоторые терки, новельный должен был, короче, с ними разобраться и помочь. Но вот такая хрень произошла. Типа, его отправили, все дела. И... Не. Вот. Как-то так. Привет. А где же обещанные видео из шоурума? Ну, обещанные видео из шоурума будут попозже, когда мы туда поедем. Потому что из-за того, что я переехала, он стал еще немножко дальше по расположению. И в результате этого мне пришлось очень много всего перевести. Но не только в результате этого. У нас же еще карантин был. Там тоже все закрылось нафиг. Вот. И пришлось все перевести в другое место. И сейчас в шоуруме... Ну, не то чтобы пусто. Просто там надо снова убраться и... Как-то снова все запустить. Но я туда поеду исключительно, наверное, если будет свободное время. Либо если там сделать какой-нибудь заказик. Ну, и как бы клиенты захочат посмотреть косметоз непосредственно вживую. Там потыкать, посвочить и все вот это вот. То есть до этого времени... Ой, я вряд ли туда поеду. Так. Что для тебя счастье? Вот такой вопрос мне задают вот примерно регулярно. Вот раз в месяц точно есть. Ну, типа, раз в месяц его задают. И... Типа... Это очень абстрактное понятие, которое... На которое... Не то что сложно найти ответ. Нет, ответ на него есть. Но я не хочу говорить его. Это... Как бы... Личное. Вот. Ну, вы можете сами ответить на этот вопрос в комментариях под этим видео. Что счастье для вас. И... Чей коммент... Короче, я лайкну. И с тем совпадает у нас вот... Мнение. Грубо говоря, да. Так что вы можете попытаться. Если обстоятельства жизни разлучают тебя с друзьями или близкими, ты будешь бороться за них или пустишься на самотек? Тоже очень интересный вопрос, потому что... В каких-то случаях лучше пустить всё на самотёк, чтобы оно всё само утряслось. И... Типа, было нормально. Но это как к виду всё. Помнишь, нежный король? Типа... Как я справляюсь с проблемами? Лишь ты плачешь. Примерно так же. Три... Твои три достижения в этом году. Да. Всё. Короче, я не умерла. Ну, я не умерла. Три... Да, три раза не умерла. Первый раз в начале года, второй раз в середине года, и в третий раз в карантин я не умерла. А вот сейчас, может быть, умру. Потому что что-то у меня кашляет, горло болит. Да. Как мне надоесть друг другу в семейной жизни? Вопрос такой интересный, как будто у меня есть опыт семейной жизни. Ну, в плане того, что с родителями, да, допустим, когда я жила. Мне вообще все застали. Я когда к ним до сих пор приезжаю, это начинается пиздец. Потому что я начинаю не спать. У меня пропадает аппетит. Ну, чего ещё, я стараюсь не бывать дома, потому что они реально не забывают. Мам, если ты посмотришь это видео, заранее прости, но я понимаю, что тебя тоже все заебали. Мы запикаем? Запикаем мат? Плохо. Ну ладно. Почему люди изменяют? Меня так спрашивают, как будто я прям, знаешь, гуру. Серьёзно, гуру. Почему люди изменяют? Ну, причин вообще-то может быть много. Типа, недостаток любви, недостаток понимания. Там, отсутствие эмпатии, отсутствие... Что ещё может быть отсутствие? Не, отсутствие денег. Ну, некоторые бывают же, типа, это, знаешь... Идут к более богатым людям. Ну, типа, там у них свои таракаты. У него много чего бывает. Типа, тут надо смотреть по ситуации. И потом уже можно будет сказать точно. Да и то не факт. У тебя много парней во фронт-зоне? Оттуда есть выход? В окно есть выход? Ну, типа, блядь... Я не понимаю. Помогите, я не понимаю. Я вообще не понимаю, что такое. Нет. Короче, я не понимаю, как отвечать на этот вопрос, поэтому... Херово знает. Ну, выход, да, выход. Окно, дверь, там, вокзал... Аэропорт. Ты странная. Говоришь, нет денег на лекарства, а сама ходишь по тату и всяким процедурам. Разве не здоровье должно быть на первом месте? Эх, блядь, мой любимый вопрос, на самом деле. Из этой серии получен он два дня назад, кстати. Начнем с того, что большинство процедур, которые я делаю, они либо достаются мне по очень низкой цене. Там даже меньше пяти тысяч, меньше. Ну, гораздо меньше пяти тысяч. Обычно. Либо они сделаны по знакомству вообще бесплатно. Или в обмен на что-то. То есть меня забивает мой тату-мастер, грубо говоря, за косметоз. Потому что ей нравится то, как держатся тени на ее веках, на которых все тени скатываются, а мои не скатываются. Самореклама. Кстати, ссылка на группу будет в описании. Заходите и смотрите. Там у меня админит пара человек, но я тоже иногда захожу на установленную страницу. Энермес! Так. Вот. Зубы, кстати, мне тоже делали со скидоном. Но мне их сделали не все. Мне там еще доделать придется. Мне сделали клыки, потому что на них начинался кариес. И как бы здоровье. А? А? За те же самые деньги, посчитай, было бы наращивание, что и починка зубов. Да, мне мята. Люблю чай с мятой. Ты в Москве живешь? Да. Да. В Москве. Так. Ты доделала шоурум? Ну, шоурум я считаю доделала, но проблема в том, что он совмещен с флористической мастерской. И чтобы там что-то снимать, опять же, я возвращаюсь к тому вопросу, что, во-первых, туда надо ездить. Ну, регулярно, по-хорошему, но, типа, не получается. Так как он совмещен с флористической мастерской, которая тоже оформлена, есть такой нюанс, что там надо постоянно убираться, потому что флористы туда натаскивают всякие вещи. Всякие вещи, грязь, там надо помыть, почистить, подмести, вот это вот все. Ну, а перед тем, как туда приезжает кто-то, кто хочет по-своему чтению, я, конечно же, все это делаю. Я просто приезжаю заранее и все там вылизываю. Хотя зачем? Там все равно потом срач будет. Так. Как булка твоя кошка поживает? Булка поживает хорошо. Отлично она поживает, она всем довольна, и мне, как бы, за нее не страшно, вроде как. Потому что она сейчас используется как терапевтическое животное вместе с бисюком. Никто не разлучал, они где жили, там и живут. Вот. И, собственно говоря, все у нее хорошо. Если будет плохо, мне обязательно об этом скажут, и я ее, конечно, буду подтягивать там. Если она заболеет, опять лечить. Если нужны будут деньги на корм, я тоже там денег на корм. Ну, вроде как, это уже считается не моя кошка. У меня сейчас, получается, вообще животных нет. Кроме меня. Сама свое животное. Что бы ты изменила в своей жизни? Любые три пункта. Охренеть, три пункта, прикинь. Три пункта. Первый пункт. Наверное, я бы устроилась на какую-нибудь хорошую работу, где был бы доход по 100 тысяч. Ну, я вот сейчас пытаюсь это сделать, но, типа, не устроиться, а поднять свою работу. Я это пытаюсь сделать уже, на самом деле, дохера давно. Дохера долго. Ну, ничего, пока никак не получается. Буду надеяться на то, что когда-нибудь это получится. Потом. Что бы я еще изменяла в своей жизни? Э. Я вот не понимаю, какого плана должны быть изменения. Материальные, там, какие-нибудь... Духовные, физические. Какие должны быть изменения? Ну, типа, может быть, записалась бы на фитнес. Но, опять же, тут вопрос в другом. Что можно устроить... Ну, устроиться, короче, на работу, помимо того, что я сейчас пытаюсь сделать. Ну, собственно говоря, это пытаюсь сделать. И устроиться, и свое вести что-то. Где надо много ходить. И тогда фитнес, может быть, может быть, будет уже не нужен. Потому что продолжительные прогулки, они могут заместить некоторые виды упражнений. Ладно, ну и, не знаю. Как бы, помимо этого, мне в жизни особо-то больше менять. Что-нибудь ничего не хочется. Ну, может быть, бы куда-нибудь переехала, если бы у меня была собственная квартира, которую я могла бы сдавать. И на этом зарабатывать нормально. Куда делся, Крис? Вы расстались? Ну, мы с Крисом так и не встречались. Понятно, что, не встречались. Поэтому... Как бы... И не расставать. Там тоже одна веселая и запутанная история есть по этому поводу. Которую я сейчас рассказывать не буду, потому что видео и так получается довольно длинным для такой рубрики. Твой парень не осознает, что с тобой у него не будет продолжения рода. Ты же чел от фри. Как он к этому относится? Я просто буду смотреть в камеру 30 минут вот так вот. Чтобы задавший вопрос понял, что это какой-то нелепый вопрос. То есть, ну, как бы, когда ты начинаешь встречаться с человеком, да? Ну, заводить вообще какие-то отношения. Встречаться. Они не особо, наверное, подходят. Ну, короче, когда ты заводишь с человеком какие-то близкие отношения, наверное, следует сказать ему свою жизненную позицию, да? И все это обсудить. Потому что некоторые люди воспринимают все это в штыки, а некоторые, ну, типа, нормально. Но child free, типа, это не child hate. Вот, Крис, допустим, child hate. Вот. А child free это такая более отстраненная группа, скажем так. Поэтому все нормально. Ты взаимно относишься к людям, как они к тебе, или ты холодна ко всем? Ну, тут, опять же, некорректный вопрос, потому что не уточняется, в каком это плане. Обычно я отвечаю добром на добро. Иногда добром на зло, но чаще всего злом на зло, потому что, блядь, не бесите. Те, кто постоянно меня бесят... Тем, короче, отвечаю злом. Потому что, ну, нефига так делать. Причем они еще бывают... Ну, люди бывают такими, что... Типа, прилипнут и не отстанут, а будут тебе писать, даже если ты пошлешь их нахуй. Прям прямым текстом распишешь. Вот, поэтому... Тут как бы надо корректнее вопросы выбрать. Топ-3 правила для общения с тобой. То есть, вам, когда вы знакомитесь с людьми, люди ставят какие-то ограничения, да, и правила, какие-то условности там у них есть, чтобы с ними общаться. Ну, у меня есть такие люди, да, но они трансгендеры, которые, ну, типа, говорят, ну, не мизогинь меня там, вот это вот. Ну, они не ставят именно какое-то правило, они просят. И просьба, как бы, воспринимается гораздо легче, чем требования. Вот. А какие у меня могут быть правила? Ну, ладно, хорошо, есть правило. Не звонить после девяти вечера. Потому что это время, все, что вот дальше, то, что после девяти вечера, это мое время. И никто у него лезть не должен. Если мне звонят, я сбрасываю. Если мне звонят много раз, я блокирую. Потом чё? Ня. Я очень не люблю, когда мне пишут всякие пошлые вещи люди, от которых я этих вещей не жду. А не жду я этих вещей абсолютно от всех. Не пишите мне пошлые вещи. Вам абсолютно не надо знать, что творится у меня, как бы, совсем в самой личной жизни. Потому что, ну, блять, я же не лезу в вашу личную жизнь. Это не касается никого, кроме меня. У тебя есть образование? Приносит ли оно тебе сейчас какой-либо профит? Ну, у меня есть незаконченная вышка, которую я заканчивать не буду. Потому что нахер это надо. Ну, типа художник, там, лаковая миниатюрная живопись. Вот это всё дерьмо. Ну, есть ещё визаж. Ну, типа вот это. Гримму. Ну, чё ещё есть? Ну, я не знаю, можно ли считать это образованием. Что считать образованием? У меня есть самообразование. Самообразование помогает. Всё остальное как-то не очень. Ни денег не приносит. Ни популярности какой-либо. Вообще ничего. То есть, я не то, что не вижу в нём смысла, да? Нет, я вот, допустим, в начальном, в среднем образовании я смысл вижу, да? Там школу можно закончить, потому что хотя бы там научат чему-то простейшему, что пригодится в жизни. Та же математика, например, там, считать денежки. Денежки считать. Там процентность высчитывать во всяких формулах. Химия. Ну, меня с химией выгоняли, но, типа... Ну, как выгоняли? Меня просто на него не пускали. Учительность такая была. У нас у меня когда-нибудь под дверь. Но вы этого не слышали, потому что если кто-то насрёт ей под дверь, будут думать на меня. Я буду требовать тесты, далека тесты. Анализы. Вот. Никто этого не слышал. Ну, типа, блин, художественная вышка, я не знаю, что бы мне принесла, потому что, допустим, если бы я закончила Федоскинское училище, да, там был бы вариант либо пытаться как-то себя раскрутить тоже по росписи всякой этой фигни маленькой, типа шкатулок там, серёжек, брошек, пепельница, там ещё чего-нибудь. Либо идти работать на завод, который там рядом был. Ты уже делаешь CD-копии неделями, месяцами, и получаешь за это какой-то процент от продажи из магазина. Конечно, там шкатулки стоят по 200 тысяч, по полмиллиона. Но ты как бы от этого небольшой процент получаешь. Вроде как. Ну, и копировать чужие работы в этом, на самом деле, для меня очень мало удовольствия, потому что мне нравится создавать. Создавать что-то, а не копировать и переносить чужие работы на какие-то носители. Ну, типа, неинтересно. Если бы я поступила в Строгановку, ну, я там два года отучилась, да, до этого не поступила, но я не хотела там учиться, потому что там у меня начались некоторые тёрки с преподавателями, с директором. Господи, у меня что-то в весе всегда какие-то тёрки были. Как-то странно это. Вот. И с учениками там тоже была одна история, когда мне ученик подошёл один и сказал, что, типа, я костми лягу, но тебя выгонят из этого учебного заведения. И, типа, я тебя тёмно устрою. На. Вот там, конечно, потом мы всё это уладили разговорами, но неприятный осадочек всё же остался. И Строгановка... Блин, все художественные заведения требуют полной отдачи. Причём отдача не 100 из 100, да, там, а 150 из 100, 200 из 100. То есть ты можешь в процессе лишиться последних нервов, потерять рассудок и не закончить всё это дерьмо. Поэтому выбирайте осторожнее. У кого-то всё это... Ну, немножко легче даётся рисование у кого-то труднее. Мне оно удавалось. Ну, скажем так, на среднем уровне. Вот. И я не понимала, чего от меня хотелось. Я не знаю, рассказывала ли я вам про это, но если вам интересны какие-то темы, которые я сегодня затрагиваю, да, там, истории всякие вот идут, всё, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, упомяните, там, что за история. И если, ну, как бы ни одному человеку, да, это будет интересно. Я сниму об этом видео, в котором расскажу всё подробно. Прямо одно видео, одна история. Ну, развернутая. Что думаешь по отравлению Навального? Ну, я об этом уже говорила, типа, ранее. Вот. Ты как-то сказала, что ты эгоист. Как это в жизни проявляется с тобой? Сложно вообще? Не пропущу этот вопрос. Собственно, какой из вариаций меня это был вопрос? Блядь, я вот мастер цену это время, просто сидеть и смотреть в пустоту. Вот, ну да. Но это проявляется в том, что, типа, в основном я для себя важнее, чем остальные. Потому что я у себя одна, а остальных много. И, типа, когда от меня хотят чего-то несколько людей, а я хочу полежать дома, посмотреть какой-нибудь видосик или что-нибудь поделать, но, типа, вообще от всех отрезанной, то я выберу посидеть дома. Я выберу то, что приятнее мне, нежели то, что мне неприятно, но приятнее какому-то другому человеку. Вот. Но тут, опять же, не всегда. Тут зависит от того, как человек ко мне относится и какую роль он играет в моей жизни. Потому что вы же не будете, там, допустим, к тебе подходит какой-нибудь чел на улице и говорит, слушай, у тебя клевая шапка, слушай, можешь ее мне просто так отдать, типа, ну, подарить. У меня, кстати, такой случай был, когда я ехала на электричке, ко мне, по-моему, негры подошли. А у меня была эта шапка с ушами, которая черно-белая. И они такие, типа, можешь шапку подарить прикольной? Я такая, не, не могу. 800 рублей она ваша, но так не могу. Ну, типа... Мне кажется, это правильно. Так, окей, давай дальше. Почему людям так важна внешка? И если ты хоть немного нескладный, то твои шансы найти пару гораздо меньше. А херва знает, почему людям важна внешка. Ну, типа, есть поговорка, встречают по одежде, провожают по уму. Ну, наверное, она не просто так появилась. Типа, первое впечатление, все дела, там, вот это вот бла-бла-бла. Если ты достаточно эрудирован и способен не только заинтересовать человека, но и поддержать с ним беседу, то, скорее всего, человек не будет судить тебя по внешности. Ну, потому что, блин... Если ты идиот, и ты набьешь татуху, ты не станешь крутым парнем, ты станешь просто идиотом с татухой. По-моему, вот у этого выражения была более грубая форма, но я вот ее уже не помню. Поэтому, по большей части, мне кажется, внешность важна только именно на первый взгляд. Типа, если у тебя интересная внешка, ты можешь как-нибудь заинтересовать человека, чтобы он с тобой заговорил или начал общаться, но тут смотрю, какая внешность, потому что за некоторую внешность можно и пизделей отхватить. Ну, как это было раньше, как это есть сейчас в некоторых районах Москвы и все прочее. В Балашке, например, мне рассказывали, что даже за черную помаду, там, или за какой-нибудь неформальный цвет помады или волос можно огрести, даже если ты девушка. Поэтому мне кажется, что немножко внутреннее наполнение, ну, внутреннее наполнение гораздо более важно, чем внешнее. И если ты умудрился просто начать диалог с человеком и развить его, то это уже на второй план отходит. Тут, правда, найти пару шансов гораздо меньше. Типа написано в опросе. Ну, опять же, блин, кому хочется жить с идиотами, а? Далее идет вопрос, на который я не буду отвечать. Ну, вот, конечно, последний вопросик будет. Что на личном? Ты свободна? Нет! Все, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Спасибо отдельно тем, кто задавал вопросы, хотя мне кажется, что большинство вопросов тут задавал один человек. Ну, типа, ради бога. Вот. Короче, подписывайтесь на канал. Если вам что-то интересно, обязательно пишите об этом в комментариях, потому что как я иначе узнаю, что вам интересно вообще, ну, и так далее. Вот. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, если не понравилось, дизлайки, если вы поделитесь какими-нибудь видосами с моего канала у себя на каких-нибудь страницах или в группах, или просто так закиньте в какие-нибудь группы те же какашки-совочки, да, там, погоры. Вообще, будет очень замечательно, очень шикарно. Я вам заранее за это говорю спасибо. Ну, и всем пока!